Здравствуйте, в эфире программа Диалог. Президент Казахстана заявил, никаких поблажек в борьбе с коррупцией не будет. Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что со стороны государства создаются необходимые условия для безукоризненной и добросовестной работы госслужащих. Задачи, которые поставил глава государства, стали приоритетными для сотрудников Агентства по делам Государственной службы и противодействию коррупции. Сегодня об этом поговорим с заместителем руководителя-председателя дисциплинарного совета Департамента Агентства Республики Казахстан по делам Государственной службы и противодействию коррупции по Североказахстанской области Адельбеком Кайрбековичем Мукашевым. Здравствуйте, Адельбек Кайрбекович. Здравствуйте. Областной департамент Агентства по делам Государственной службы и противодействию коррупции создан недавно. Главной миссией является борьба с коррупцией. Расскажите, в чем заключаются особенности работы? Действительно, агентство, в том числе департамент, образовано указом главы государства в августе 2014 года как непосредственно подотчетный подконтрольный главе государства государственный орган. Особенностью департамента является то, что он в себе включает регулятивные и правоохранительные функции. Он призван не только регулировать по отношению сферы прохождения государственной службы, но и также наделен функцией пресечения, выявления и раскрытия коррупционных преступлений. Но хочу отметить, что основным предназначением, основной ролью агентства является эта профилактическая деятельность. Глава государства в своих ежегодных посланиях особо акцентирует внимание на противодействие коррупции, поскольку данное общественно опасное деяние непосредственно затрагивает и угрожает национальной безопасности. Агентство образовано на основе положительного международного опыта, в частности по опыту Сингапура, где за продолжительный короткий промежуток времени, можно сказать, полностью возможно было искоренить коррупцию. В этой связи и политическим решением государства в одном государственном органе сосредоточены как, можно сказать, гражданский персонал и как правоохранительный. То есть у нас работают и сотрудники правоохранительных органов, и работают государственные служащие. Это позволяет комплексно выявить проблемы и вопросы, и как по линии госслужбы, и как по линии правоохранительной деятельности. То есть хочу акцентировать внимание, что основная роль на сегодняшний день у нас это профилактика коррупции. То есть мы проводим профилактическую деятельность, чем борьбу с ее последствиями. Расскажите, пожалуйста, а какие конкретно предпринимаются меры со стороны государства для того, чтобы предотвратить коррупцию, и проводится ли профилактическая работа в целом? Конечно же, государственным аппаратом в целом проводится большая работа в этом направлении, поскольку, как глава государства сказал, что противодействие коррупции является важнейшим стратегическим направлением работы государственного аппарата. Благодаря дальновидной политике президента страны, антикоррупционная политика является последовательной и целенаправленной характерой. С момента могу отметить, что Казахстан, одна из первых стран, на постсоветском пространстве приняла законы о борьбе с коррупцией, о государственной службе и образованной комиссией президента по борьбе с коррупцией, которая вырабатывает непосредственно рекомендации в сфере профилактики данным противоправным деяниям. Также хочу отметить, что ратистированная конвенция ООН по борьбе с коррупцией, которая определяет задачи, цели противодействия должному явлению на международном уровне. По оценкам международных экспертов, наше антикоррупционное законодательство является последовательной и проработанной. Также проводится взаимодействие с соседними странами, со странами СНГ, со странами Европы. Наша страна является членом Ассоциации антикоррупционных ведомств, образованных в городе Пекине, Стамбульского плана действий по противодействию коррупции ООО, а также Международного государственного совета по борьбе с коррупцией в странах СНГ. Кроме того, с 2014 года Казахстан стал полноправным членом Международной антикоррупционной академии. Это позволяет нам на базе этой площадки обмениться опытом и вырабатывать рекомендации в сфере противодействия коррупции, в том числе имеющие транснациональный характер. Результат проведенных ранее программных документов показал, что необходимость проведения дальнейшей политики государства в сфере противодействия коррупции. В этой связи 26 декабря 2014 года главой государства было подписано указ о утверждении антикоррупционной стратегии, рассчитанной на 2015-2025 годы. А что дает нам антикоррупционная стратегия и по каким основным направлениям строятся пути ее реализации? Как известно, коррупция искажает экономическую и финансовую среду, уменьшает эффективность государственного направления. В этой связи, как и было отмечено, антикоррупционная стратегия направлена на профилактическую деятельность государственного аппарата. Как известно, жизнь не стоит на месте и с каждым годом появляются новые формы совершения этих коррупционных деяний. В этой связи в течение предстоящего десятилетия будет проводиться соответствующая работа. Основными направлениями антикоррупционной стратегии является противодействие коррупции в сфере государственной службы, внедрение института общественного контроля, противодействие коррупции в квази-государственном и частном секторе, предупреждение коррупции в судебных и правоохранительных органах, международное взаимодействие с другими странами, формирование правовой культуры в сфере противодействия коррупции, а также мониторинг и оценка реализации стратегии. В рамках данных направлений будут разработаны в новых редакциях закон о противодействии коррупции, закон о общественном контроле и закон о доступе к публичной информации. Останавливаясь на этих законодательных актах, хотел отметить, что призывать все население активнее участвовать в разработке этих законодательных актов, поскольку благодаря участию населения мы можем принять какие-то меры, чтобы не допустить в перспективе совершения подобных противоправных деяний. Также хотел отметить, что в рамках этих законопроектов будет четко разограничение между коррупционными проступками и дисциплинарными проступками. Также будет возможно обеспечить свободный общественный контроль за деятельностью государственного аппарата. На государственных служащих будет возложена обязанность декларирования не только доходов, но и расходов. Будет работа проводиться по совершенству системы госзакупок, обеспечивающей максимальной прозрачности государственного аппарата. При этом, как я до этого отметил, что в целом мы будем проводить комплекс мер по противодействию коррупции, в части ее непосредственной профилактики. А какие именно профилактические меры будут использоваться? В данном направлении предстоит очень большая работа, поскольку формирование уровня антикурационной культуры будет ошляться по совершенству создания и проведения масштабных обучающих антикурационных курсов. На сегодняшний день мы уже создали специальную группу, включающую представителей департамента, включающую представителей прокуратуры и других заинтересованных органов, представителей средств массовой информации общественности. Мы уже выезжали в районы Северо-Кастанской области, проводили пропагандистскую работу. Поскольку на сегодняшний день насчитывается по области 4997 государственных служащих, непосредственно нужно проводить работу в первую очередь с ними, потому что они представляют, как можно сказать, коррупционный риск, поскольку они непосредственно каждодневно сталкиваются с населением и предоставляют какие-то соответствующие услуги. В этой связи на первоочередном порядке мы проводим работу среди госслужащих. Затем мы будем проводить уже, так сказать, тематические антикоррупционные мероприятия. Хотел бы отметить, как до этого было сказано, что в целях расширения, усиления общественного контроля будут проводиться два вида контроля – это внутренний и внешний. Внутренний подразумевает себя контроль среди самого госоргана, непосредственно за оказанием государственных услуг, заполнением государственных функций, и внешний контроль. Это непосредственно самостоятельный, независимый контроль. Внутри будут образованы группы, которые будут включать представители СМИ, общественности и население в целом, которые будут давать особую оценку деятельности государственного аппарата. А что делается для того, чтобы наполнить информационное пространство для предотвращения коррупции? Как известно, на сегодняшний день основная часть населения, она более предпочитает электронные источники информации, нежели традиционную печать. В этой связи нами проводится работа в социальных сетях. Практически во всех социальных сетях у нас есть ссылка, по которой мы проводим мероприятия, даем разъяснение по интересующим вопросам. Практически в каждой газете и местного, и республиканского уровня есть рубрики по противодействию коррупции, которые могут быть население, граждане нашей констанции, могут почитать и посмотреть интересующую информацию. Также непосредственно, если будут какие-то интересующие вопросы, мы можем в каждом дневном порядке, в оперативном порядке, дать разъяснение по тому или иному вопросу. Это и в сфере прохождения госслужбы, и в сфере антикоррупционных ограничений. В последние годы государством уделяется большое внимание для поддержки бизнес-сообществ. Это и финансирование, и консультативная помощь, и введение моратория на проверку деятельности, и прочие разработанные правительством инструменты поддержки. Скажите, пожалуйста, какова роль департамента именно в этом вопросе? Одним из приоритетных направлений деятельности департамента – это защита бизнеса. Об этом говорит на постоянных совещаниях глава государства о том, что бизнес является локомотивом экономики, и создание условий для развития бизнеса является благополучием всей страны. В этой связи с антикоррупционной службой разработаны два сайта. Это защита бизнеса СКО и антикоррупционная форум-площадка. Посредством этими интернет-ресурсами население Северо-Казахстанской области, да и в целом Казахстана, может быть, обратиться непосредственно к руководству департамента, так как на ежедневной основе мы проводим анализ, уже имеются факты, имеется информация, и проверяем эти все факты. То есть я хочу обратиться к населению, телезрителям, что ни один факт, ни одна просьба, жалоба, которая поступит, она просто не останется без рассмотрения. Эти сайты предназначены для того, чтобы обращения были по разъяснению антикоррупционного законодательства и злоупотреблению со стороны контрольно-надзорных органов, которые препятствуют развитию бизнеса. Также в настоящее время в круглосуточном режиме работает телефон доверия, это 14-94, по которому граждане могут звонить и обращаться по любым вопросам. Также в настоящее время проведена большая работа по информационному освещению деятельности департамента, по которой уже дают положительные результаты. Население уже чувствует поддержку, в том числе бизнес-общество, и уже выступает с предложениями, выступает с просьбами. Также хотел отметить, что Северная Казахстана является всеми северными воротами Казахстана. В этой связи в Палатах предпринимателей и пограничных служб принимаются соответствующие совместные мероприятия. Поскольку на сегодняшний день имеются некоторые трудности у населения при переходе границы, имеются трудности при оформлении документов, потому что разное законодательство и есть особые требования. Мы тоже эти все барьеры, преграды устраняем, и чтобы нашему населению Северной Казахстанскому было легко развивать свой бизнес. В антикоррупционной стратегии большое внимание уделяется формированию антикоррупционной культуры и институту общественного контроля. Как Вы считаете, насколько наши люди готовы к этому? — Следует согласиться с тем, что противодействие искорения коррупции — это не вопрос одного дня. Можно сказать, что на сегодняшний день молодежь заинтересована в проведении подобных мероприятий в целях противодействия коррупции. Могу привести пример, что недавно был проведен форум молодежи, на котором участвовали представители Акимата области, прокуратуры, правоохранительных органов и непосредственно принимали участие молодежные организации. И по отзывам молодежи, они готовы принимать активное участие в противодействии коррупции, уже имеются положительные результаты. Подготовлен меморандум, заключен с молодежными организациями и пошаговый план действий. Совсем недавно проведены мероприятия с участием молодежи. Это мероприятия проводились в Центре обслуживания населения, в поликлиниках, здравоохранениях и в управлениях налоговых органах, где больше всего сосредоточены и на сегодняшний день больше всего обращаются к заказаниям услуг наших граждан. Мы провели разъясняющую работу с населением по вопросам качественного и своевременного окончания государственных услуг и в целом по антикоррупционному законодательству. И хотел бы призывать население, телезрителей, не нужно ждать пока какие-то коррупционные деяния, а затронуть непосредственно вас. Нужно проявлять гражданскую инициативу и вместе сообща противодействовать этим коррупционным деяниям. Хочу еще отметить, что департамент на постановленной основе проводится рейдовое мероприятие по использованию внеслужебного времени служебного автотранспорта. Имеется зарегистрировано около 10 фактов. Руководители, использующие данный автотранспорт, уже понесли дисциплинарное наказание. И данная работа будет проводиться на постановленной основе. Это будет проводиться как в городе Петропавловске, и так в областных районных центрах. Расскажите, пожалуйста, о деятельности дисциплинарного совета при департаменте. Дисциплинарный совет является коллегиальным органом, рассматривающим вопросы соблюдения антикрупционного законодательства, соблюдения законодательства государственной службы и кодекса чести государственных служащих. В дисциплинарный совет входит на сегодняшний день 11 человек из числа первых руководителей государственных органов, правоохранительных органов, общественности и СМИ. Дисциплинарный совет рассматривает дела в отношении государственных служащих, местных исполнительных органов. Основанием для возбуждения дисциплинарного дела является освещение какой-то проблемы СМИ, именно в части нарушения законодательства, сообщение прокуратуры, сообщение населения и проводимые непосредственно секретариатом дисциплинарного совета служебные расследования по этим фактам. Что касается деятельности дисциплинарного совета, с момента образования агентства, то есть с августа 2014 года, было проведено два заседания дисциплинарного совета, на которых рассмотрено 10 дисциплинарных дел. По итогам рассмотрения было вынесено рекомендации руководителям государственных органов, лица которых находятся подчиненности и допустили эти ограничения, нарушения законодательства, семь увольнений, два неполных служебных соответствия и один выговор. Всего за 2014 год проведено 12 заседаний дисциплинарного совета, на которых рассмотрено 40 дисциплинарных дел. Также хотел отметить, что большинство совершаемых проступков дисциплинарных, это относится на сфере несоблюдения законодательства в сфере государственных закупок, финансовой дисциплины, а также кодекса чести. В этой связи нами недавно было проведено семинар совещания с участием органов прокуратуры, с участием местных исполнительных органов, палаты предпринимателей, финконтроля, и лиц, которые непосредственно проводят эти государственные закупки. С совместным решением выработаны рекомендации по снижению подобных проступков. Данной рекомендацией рассосланы все местные исполнительные органы для исполнения. И данная работа будет проводиться на постоянной основе, поскольку при департаменте создана известная рабочая группа, первостепенной задачей которой является выявление проблемных вопросов и выработка соответствующих рекомендаций. Также хотел отметить, что на департамент возложены функции по координации и контролю деятельности государственных органов по оказанию государственных услуг. В этой связи департамент на постоянной основе проводит, можно сказать, независимую оценку деятельности центров обслуживания населения, деятельности государственных органов по предоставлению государственных услуг. Имеются соответствующие уже рекомендации. Хочу, может быть, отметить, что в части выдачи водительских удостоверений было злободено вопрос в части предоставления соответствующих справок. И путем вмешательства департамента при согласовании с центральным аппаратом данные справки на сегодняшний день уже не истребуются. Также внесены рекомендации Управления здравоохранения по графику работы медицинских работников в центрах обслуживания населения. Также хотел отметить, что при департаменте образован общественный совет из числа видных, можно сказать, политических деятелей общественности и средств массовой информации. Данный общественный совет утвердил план работы. Непосредственным функциональным обязанностям совета является рассмотрение проблемных вопросов. В ближайшей перспективе будет рассматриваться вопросов при предоставлении государственных услуг в сфере образования, средств здравоохранения. Также хотел донести до населения, что с 1 января 2015 года введен в действие новый уголовный кодекс. В этой связи усилены меры ответственности за коррупционные деяния. В частности, исключены сроки давности за совершение коррупционных деяний. Также исключено условное осуждение за подобные деяния. И впервые в новом уголовном кодексе предусмотрена кратность штрафа за совершение коррупционных деяний. Как глава государства сказал, что лицо виновное в совершении коррупционных деяний должно понести ответственность кошельком. В случае неуплаты штрафа автоматический штраф заменяется лишением свободы. Из заключения нашей программы хотелось бы, чтобы вы подвели итог нашей беседы. Не хотим отметить, что проводимый комплекс мероприятий должен сопровождаться непосредственно участникам общественности. То есть противодействие коррупции должно быть задействовать не только государственный аппарат, но и вся общественность. Важно понимать, что без наличия у граждан антикоррупционной культуры и стойкой иммунитета к коррупционным деяниям и его публичного порицания невозможно достичь желаемого успеха. В этой ситуации каждый карстанец, каждая семья должны понимать, что борьба с коррупцией – это дело всего общества. Вместе сплотившись, вместе сообща, только мы можем снизить условия и в целом снизить коррупцию в обществе. Спасибо вам, Адельбек Кайрбекович, что вы сегодня пришли к нам в гости, ответили на все наши вопросы. Всего вам доброго и до свидания. Спасибо, до свидания. А я напоминаю, что сегодня в студии был заместитель руководителя председателя дисциплинарного совета Департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области Адельбек Кайрбекович Мукашев. Это была программа «Диалог». Актуальные темы, интересные собеседники. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин